Это новости на телеканале Антенна 7. Я Марина Бугрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бесконечное противостояние. Вот на этих озелененных участках планируется деловая застройка. Как депутаты горсовета решат судьбу центра города. Просчитать вместе. Цена, которую я думаю, что мы выдержим до конца 2015 года. Сколько будет стоить день пребывания в детском саду. Вкусная работа. Я сам не художник, не скульптор, не лепчик, я обычный человек. Кто привез в Омск шоколадные экспонаты. А также прокуратура внесла мэрии новое предписание и в чемпионате области по боксу первые поединки. Сегодня стало известно, что прокуратура Омской области проконтролирует, как администрация города устранит нарушения по факту ненадлежащего вручения участнице Великой Отечественной войны юбилейной медали. Напомню, ранее правоохранительные органы организовали проверку информации в ряде СМИ о том, что 89-летние участницы войны Ивановой Феодосии Филипповне, представители КТОСа отдали юбилейную медаль на улице. Женщина в это время направлялась в аптеку. Между тем, в распоряжении президента страны Владимира Путина прямо говорится о том, что медали должны быть вручены главам муниципальных образований, награжденным гражданам, в торжественной обстановке не позднее 9 мая 2015 года. Администрация города Омска организовала ненадлежащее исполнение указанного распоряжения президента Российской Федерации, делегировав свои полномочия окружным администрациям. В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего хранения юбилейных медалей, а также факты вручения их в не торжественной обстановке. По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура внесла представление мэру города Омска, а также главе администрации Октябрьского округа города Омска. Деловой центр или зеленая зона? Как все-таки будет выглядеть набережная Тухачевского сегодня опять обсуждали в горсовете. На заседании теперь уже рабочие группы депутаты рассматривали обращения жителей, которые просят предотвратить масштабное строительство практически у стенных домов. Дело в том, что территория у Иртыша частично отдана в аренду и собственность организациям, которые теперь могут распоряжаться землей на свое усмотрение. Для людей это означает, что по соседству с ними скоро появятся офисы, развлекательные заведения и магазины. В общем, все то, что не даст им жить спокойно. Решение депутатов знает Светлана Урванцева. На набережной Тухачевского сейчас огорожено две строительные площадки. Одна находится всего в нескольких метрах от жилого дома. Марина Печеницына живет на третьем этаже. Все окна ее квартиры выходят на набережную. Но в свете планов застройки это скорее минус, а не плюс. Если здесь будет стоять здание, мы будем дети подземелья. Строительную площадку практически у самого дома отгородили несколько лет назад. Участок с видом на реку в собственности у строительной организации, которая открыла здесь свой офис. Владельца не скрывали, они планировали расширяться. Рядом с офисом появился цоколь будущего здания. Сколько оно будет этажей, больше всего волновало жителей. Четыре этажа и цокольный этаж. У нас же есть документ разрешения на строительство и экспертиза проекта, там же все прописано. Работы на площадке сейчас приостановлены. За полгода ни на один этаж здание не выросло. Но это потому, что у застройщика финансовые трудности. Жители так и не смирились, что на огороженную забором территорию попали высаженные ими деревья. Строители спилили 40-летние сосны. Вместо них высадили на набережной ряд черемухи. Замена несопоставима, говорят те, кто возводил полисадник. В один момент может не стать и зелено-желтая зона за соседним домом. Эта земля находится в аренде у той же организации. Если она начнет здесь строительство, то запретить его никто не сможет. Таких участков, за которые жители беспокоятся, на набережной Тухачевского – шесть. Вот на этих озелененных участках планируется деловая застройка. Строительство офисных зданий до четырех этажей для размещения организаций непосредственно обслуживания населения. То есть это бани, парикмахерские, химчистки, домоуправления и так далее. Три четырехэтажных здания вот для этих организаций. Они, по сути, микрорайону нашему не нужны, потому что у нас это все есть. Чтобы у жителей осталось место для прогулок, предлагается перевести участки земли, которые еще не арендованы и не находятся в собственности, в зону, которая не предполагает застройки территорий. Сегодня депутаты рекомендовали администрации сделать это до 1 июля. Создание такой рекреационной зоны позволит сохранить вот тот зеленый островок, который сейчас существует на набережной Тухачевского. Если есть участки, которые находятся в аренде, но законный землевладелец не осуществил свое право застройки данного участка и право аренды и стекло, то вполне резонно было бы не продлевать такие договоры. Сроки аренды у шести участков разные, так что жителям остается надеяться, что они небольшие и строители не успеют кардинально изменить вид набережной Тухачевского. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Андрей Кузьмин, Антенна-7. А на улице Лизы Чайкиной появится новое место для отдыха – Большой сквер. Это подарок горожанам к 300-летнему юбилею Омска от коллектива одного из крупных предприятий. Инициатива прозвучала на встрече мэра Вячеслава Двораковского с жителями, предпринимателями и сотрудниками организации учреждения Октябрьского округа. Эта территория мотора строительного объединения имени Баранова вскоре оживет. Здесь, со стороны улицы Лизы Чайкиной, напротив Дворца Творчества, высадят новые деревья, сделают пешеходные дорожки, опорудуют вечный огонь, поставят мемориальную доску. Это только часть планов. Руководители предприятия, ныне филиала Центра газотурбостроения «Салют», решили выделить на благоустройство сквера 10 миллионов рублей. Новость объявил мэр, встречаясь в Октябрьском округе с бизнесменами и общественниками. Среди предложений горожан есть немало интересного. Планируем в день города включить часы обратного отсчета времени, которое осталось до нашей юбилейной даты. Уже несколько фирм выразили свое желание принять в этом участие и установить их. И мы надеемся, что когда все амичи, помимо того, что мы с вами обсуждаем, когда все амичи увидят, как мало осталось времени, то, наверное, активность возрастет и каждый решит для себя, что он должен успеть сделать для своего любимого города к юбилею. Полезные дела и добрые начинания уже стали явлением накануне важной даты. 7 мая мы закладываем новую аллею славы, посвященную 70-летию. Это будет большое мероприятие вместе с ветеранами, вместе с молодежью. На будущий год у нас реконструкция ограждения предприятия, дальнейшее озеленение, благоустройство, высадка цветов, создание каких-то малых архитектурных форм. Ярким подарком о мячам станет открытие обновленного ДК «Рубин». Многие годы он стоял разрушенным, грязным и заброшенным. Теперь, когда за дело взялись специалисты строительной компании АСК, здесь уже ремонтируют фойе, кинозал, спортзал. Тут вновь появятся кружки и секции. Я думаю, что обыкновенные кружки, которые существовали в 80-е, 90-е годы, в дворцах, в разных заведениях, я думаю, что может быть и авиамодельные, и судомодельные, и мягкая игрушка, и фантомима, может быть и танцевальная что-то будет. У Восточной рощи поставят тренажеры, на Космическом проспекте откроют новый детский сад. Но подарок может быть и нематериальным. В школах подготовили исторические викторины, а ветераны написали стихи. Главная цель, сказал мэр, ради которой в городе готовятся к юбилею, сделать его комфортным для жизни. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Насколько вырастет цена за услуги детского сада – вопрос, который сейчас волнует практически каждого родителя. Новость об этом появилась накануне, однако конкретную стоимость еще никто не озвучивал. В интернет-источниках даже появлялись слухи о том, что цена вырастет на целых 50%. Директор департамента образования Екатерина Спехова сегодня разъяснила ситуацию. Пока цены для родителей останутся прежними. С такого необычного заявления начала свое выступление директор департамента образования Екатерина Спехова. Указ о повышении стоимости услуг детского сада разработали еще 20 апреля с учетом реальных цен на продукты. Однако уже дважды решение о вступлении его в законную силу переносилось. Делать резкие шаги чиновники не хотят. Сейчас ведется активная информационная работа с родителями. Наша задача сейчас убедить родителей, рассказать им, и здесь мы привлекаем и управление Роспотребнадзора, и медицинских работников, о том, что мы должны понимать. Мы даже в некоторых детских садах совместно с родителями садимся и просчитываем. Вот говорим, вот ближайший магазин, давайте посмотрим цены в ближайшем магазине. Вот цены они таковы. Реальная экономическая ситуация уже повлияла на работу детских садов. Ведь меню детского питания, его калорийность и величина порций четко определена санитарными нормами и правилами. Хлеб, молоко, творог, мясо, фрукты, овощи – неотъемлемые составляющие меню. Предоставлять весь рацион становится все сложнее. Я стараюсь меню не менять, продукты никакие, ни порции не уменьшать. У меня выход порции согласно возрастной категории детей, как шла, так и идет. Ни нормы не уменьшать. И вот как оно, конечно, я так думаю, что это не хватает. Чтобы сохранить детское меню неизменным, руководству детского сада номер три пришлось залезть в долги перед поставщиками продуктов. Сумма только растет. Повышение, я считаю, необходимо, потому что цены выросли и продукты питания подорожали. И чтобы действительно накормить ребенка, ему необходимо средства дополнительные. Сложность ситуации понимают и родители детей. Мама шестилетнего Ильи, Татьяна Нужная, признается, ожидала повышения и даже уже готова к нему. Печальной новостью не стало, потому что везде уже с Нового года произошло повышение цен. Даже в тот же магазин зайдешь уже, в принципе, на 500 рублей ничего сладкого даже не купишь, потому что надо необходимые продукты. Новость, как бы новость, да, новость. Ну, что делать? В принципе, как бы нет, ну не против, потому что ради своего ребенка, я думаю, не сильно большое будет повышение. Сейчас стоимость 12-часового дня пребывания ребенка в детском саду обходится родителям в 87 рублей 42 копейки, что в месяц составляет 1800 рублей. Когда указ вступит в силу, цена увеличится до 130 рублей в день. В месяц сумма достигнет почти 3000. Мы цены брали сначала февральские, потом мы взяли уже мартовские цены, то есть, ну вот, постоянно так, как мы прорабатывали этот вопрос. Но первоначально, вообще, когда мы начинали информационную кампанию, мы даже чуть-чуть для себя брали еще порог и немножко даже завышали. Когда сейчас мы все пересчитали по нормам, 130 рублей – это та цена, которую, я думаю, что мы выдержим до конца 2015 года, а если будет стабильность цен на рынке. Чтобы приобретать продукты по приемлемым ценам, департамент образования уже начал работу с муниципальными районами области на поставку свежих кисломолочных продуктов и мяса. Кроме того, долги детских садов, которые сейчас накопились перед поставщиками, никак не повлияют на их работу. Департамент образования контролирует данный вопрос. Бюджет ежемесячно пересматривается, и там, где ситуация наиболее сложная, переводятся дополнительные средства на погашение задолженности. Ксения Туечкина и Сергей Гаврилов, Антенна-7. В Омске появилась эйфелева башня. Именно эта конструкция стала символом новой шоколадной выставки, которая открылась в историко-краеведческом музее. Экспозиция симферопольского кондитера в Омск приехала после большого турне по Белоруссии. Подробности далее. Шоколадье Николя из Симферополя и сотрудники Омского историко-краеведческого музея вместе разбивают шоколадную плиту. На счастье. А еще, чтобы угостить первых посетителей новой выставки музея шоколада Николя. Со сладким в руках такую экспозицию смотреть куда вкуснее. Из шоколада здесь все. Вот, например, яичница. Сковорода тоже шоколад. Впрочем, как и эти пельмени с тарелкой. В следующей витрине совсем не еда. Хотя, почему же? Короны Российской империи полностью все из шоколада. Потомственный кондитер Николай Попов единственный автор и создатель этих шоколадных экспозиций. О своем увлечении говорит трепетно и с удовольствием. Шоколадье признается, гвозди забивать умеет, но ему проще все же сделать торт. Я сам не художник, не скульптор, не лепчик. Я обычный человек, повар-кондитер, да, там, можно так сказать, по образованию инженер целом общественного питания, как бы никакой связи с искусством нету, но как бы всегда нравилось все это дело. И у меня хорошо получается копировать работы. И мне нравятся все эти работы воплощать из шоколада или из сладких изделий. Бренд Николя для сладкого дела крымского кондитера Николая Попова подарили его друзья. Правда, с легкой подачей шоколадных мастеров Франции. Там, в Академии шоколада, русского Попова впервые начали звать Николя. С тех пор и музей, и кондитерская под одним логотипом. Но успех вкусной работы не только в названии, еще в добре, частицу которого Николя закладывает в каждое свое произведение. Чтобы оно получилось искусством, во время работы шоколадье Попова никого не должно быть рядом и ни единого отвлекающего момента. Получается так, что не только посетителям, самому не верится в созданное. То, что откусывали и кусали, есть, конечно, моменты. Очень приятно, когда люди не верят, что это из шоколада. Даже работники музея приходят и говорят, у вас просто фигурки обмазанные, пока ты не переворачиваешь, не покажешься шоколад. Работы Николя увидели уже больше 200 тысяч человек в более чем 40 городах и странах мира. Перевоз экспозиции – тоже искусство. Специальные короба, особая ловкость рабочих, но и это не гарантия бережной доставки. Ни в один из городов так и не доезжала, например, 30-граммовая диадема. Редкие шоколадные экспонаты доживают до года, и даже путь до следующего города переживают очень тяжело. А потому Николаю Попову приходится творить во время турне, правда, в нашем городе. Он ничего не успеет сделать. Завтра шоколадье уезжает. Первые посетители уже успели насладиться шоколадной выставкой. Алена Михайлюк – почти коллега Николя, правда, создает из мыла. А мички экспозиции пришлись по вкусу. Ты смотришь на эти вещи, и ты сначала видишь предметы, а потом только осознаешь, что это шоколад, а не просто какая-то пластмасса, дерево, металл. То есть потрясающие картины, яйца Фаберже, они довольно реалистично сделаны, и при том, я думаю, они очень вкусные. Музей шоколада Николя в Омске проводит два месяца. Дольше нельзя. В знойное лето сладкие шоколадные шедевры должны увидеть и в других городах России. Марина Бугрова и Сергей Гаврилов. Антенна 7. В Омске гостят и единственные в мире медведи-канатоходцы. Своё мастерство мохнатые артисты демонстрируют на высоте 10 метров. Для них пройтись по 15-миллиметровому канату на передних лапах не составляет никакого труда. В чём секрет дрессировки, повторить которую никому не удаётся уже более 35 лет? Чтобы найти ответ на этот вопрос, съёмочная группа «Антенны 7» отправилась за кулисы цирка и попала на репетицию. Канат, канат. Одевайся, погни, покажи маме, скажи. Не хочешь, позируй. Давай, пошла. Позируй, не хочешь. Скромничает. Скромничает Майя перед телекамерой только на репетиции. Ситуация больно нестандартная. А вообще за несколько лет выступлений она уже привыкла к свету ярких софитов, громкой музыке циркового оркестра и огромному количеству восхищённых зрителей. Свои трюки над Манежем медведица выполняет без труда и страха. Ей даже можно доверить свою жизнь, уверяет её дрессировщик Александр Иванов. Однако за такой лёгкостью исполнения скрывается неимоверный труд. Чтобы медведь встал на канат хотя бы на высоте метра, проходит около полугода ежедневных тренировок. Александр Иванов признаётся, для них мохнатые артисты не просто животные, это члены их большой цирковой семьи. И в работе с ними главное – доверие. Для них важно, чтобы они почувствовали, что мы с ними, как бы одна команда, что никто не собирается никого обижать, а просто мы будем работать вместе и угощать их чем-то сладким. Мы видели, за сгущёнку они с удовольствием и на лов встают, и за штурвал, потому что зарплата у человека, а у медведя своя зарплата, стимул должен быть. Мишки – большие сладкоежки. Конфеты, вафли, мёд, сгущёнка – для них это любимая еда. На выступлениях за свою работу дрессировщики их щедро награждают печеньем. Его проще носить с собой, особенно на высоте 10 метров. Характер, кстати, они тоже начинают показывать уже повзрослев. А когда им всего несколько месяцев, мишки вовсе не похожи на хищников. Даже сфотографироваться с малюткой Аней у меня не получилось. Несмотря на свой возраст, малыши Аня и Марта уже могут начать тренировки. Это первые шаги бурых артистов на манеже. Начинаем с элементарного. Неудач на пути становления настоящим артистом будет ещё немало. И здесь главное – вовремя поддержать. Действительно, оно обижаться может, потому что у него сразу что-то получится же не может. Вот задача дрессировщика артиста как раз подсказать этому животному, что не проблема. Первый раз не получилось. Вот тут очень важно у дрессировщика терпение его. Как с маленьким ребёнком, знаете, как вот маленький медведь, он же тоже сразу ложкой не может есть. Над терпением раз показать и 10, и 20, и 100. И медведю то же самое. Путь один такой – терпение и труд. По словам дрессировщиков, уже через 8 месяцев эти малыши смогут принять участие в своём первом 40-м представлении. Из-за них, как и за всех своих остальных артистов, руководители программы Александр Иванов будет также сильно переживать и поддерживать, как сможет. Ведь они не просто цирковые мишки, они полноправные члены цирковой династии Ивановых. Ксения Тойчкина, Александр Филиппов и Артём Колесников. Антенна 7. Немного о спорте. Первые поединки в чемпионате области по боксу. Настрой у наших спортсменов самый серьёзный. В этом году Омск принимает финальные соревнования Сибирского федерального округа. Молодые перспективные боксёры стремились проявить себя, попасть в главную команду региона. Ведущие спортсмены уверенно выиграли свои стартовые поединки. В скорости и разнообразии атакующих действий прибавили все спортсмены. Каждый боксёр поработал над своими нюансами мастерства. Победители и призёры турнира определятся в субботу. Хороший турнир с тренером. Подготавливались очень тщательно. Подготавливали движения на ногах, ударную технику. Но это вот эти соревнования будут ступенька к чемпионату Сибири. Очень важная. Так что ответственность лежит, чтобы попасть на чемпионат России и выступить достойно. Прежде всего желание. У кого есть желание, те растут. У кого есть желание, у кого горят глаза, кто ходит на тренировки, не пропускает, те растут. Эти и другие новости также на нашем сайте антенна7.ру и в группе «Новости ВКонтакте». Удачных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова